Жители города Ярославля. Меня зовут Раев Семен, я руководитель общественной организации наследия Ярославия. Занимаюсь, собственно, сохранением наследия. Я хочу разделить свое выступление на две части. Первая часть – это социологический опрос. Именно я ответственен за ту атаку на сайт мэрии или сайт МИРСа, которая произошла так называемыми ботами. Дело в том, что я как дипломированный специалист по информационным системам проанализировал ту систему, в которой проводился опрос. Эта система не защищена. Один человек мог проголосовать неопределенное количество раз. В частности, я проголосовал 30 тысяч раз, 25 тысяч из которых я проголосовал против и 5 тысяч из которых я проголосовал за. Я не преследовал цели накрутить какую-то конкретную статистику. Я хотел лишь показать всему Ярославлю о том, что эта система не жестиспособна. И целому институту должно быть стыдно, что они таким образом организовали опрос. Этот опрос я предлагаю не считать, не принимать во внимание и не публиковать, потому что он не объективный. Так же, как дипломированный специалист по информационной системе, могу сказать, что отсеять голоса ботов от реальных людей невозможно. Система Office Forms не предоставляет возможности отсеять по IP-адресу любые голоса. Поэтому это профанация. Вторая часть профанации, которая сейчас происходит, это эти заседания. На заседание приглашались люди, люди обычные граждане, и было объявлено, каким образом приходить. В 16.30 начинается пропускной режим с одного из КПП мэрии города Ярославля. Я пришел в 11.30. С 11.30 я находился у этого входа. Ни один человек в эту дверь до меня не прошел. Но придя сюда, в этот зал, я увидел, что зал больше, чем наполовину полон. Я считаю это неправильным. Это чистейшая профанация. Люди остались здесь после предыдущего заседания. А больше ста человек, которые сейчас стоят там у дверей мэрии, что? Они не граждане Ярославля? Они не имеют прописки здесь? Почему их не допускают? Если вы хотите посетить эти слушания, то, извините, после окончания заседания выйдите из зала, встаньте в общую очередь, и если до вас дойдет то количество 50 человек, то вы попадете сюда. Но нет. Вот там сейчас стоит большее количество граждан, чем здесь. И я считаю, что там люди намного более достойны. В частности, о Калинии и Гаврилове я был совершенно другого мнения. На конце выступления осталось 30 секунд. Но если эти люди участвуют в такой профанации, я считаю, что они недостойны своих должностей и недостойны занимать эти должности. Аккуратнее в оценках. Аккуратнее. Это мое выступление. Если хотите, напишите на меня заявление в полицию. Я считаю, что это профанация. Право, это не имеет никакого смысла. И организационный комитет, те, кто не вышли вместе с теми достойными людьми, вы последние люди. Время нескольких. Спасибо. 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 Каждый выступает по своему мнению, как он считает и думает. Я на твоем месте задержался. Не надо. Коллеги, продолжаем работать. Щербаков Максим Александрович.